Вступление мы Слово Божие всегда ставим. 1 Коринфянам, прочтём 1,21. Послушайте внимательно. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благогодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Итак, сегодня мы будем рассматривать такую Богом оставленную истину, как проповедь Евангелия. И я думаю, что если не все, то многие из вас искренне желают присутствовать в том служении, где можно почерпнуть с этой бездны богатства. Хорошая проповедь вдохновляет, проповедь несущая разъяснение о создавшихся обстоятельствах, она вдохновляет и так далее. На превеликий жаль я могу сказать из опыта постсоветского пространства, что многие так называемые в кавычках проповедники кафедру перепутали с полем брани. И это негативно, еще хуже, озлобленно действует на слушающих. Ну, простой пример, да, представьте себе, если два проповедника и у нас возник конфликт, вот, и этот конфликт мы выясняем не между собой, а выясняем его из-за кафедры. Кафедра – это хорошее место, оно, во-первых, защищает меня от стрел всех раскаленных и ядовитых, и оттуда я четко и метко могу попадать по адресату, который, так сказать, меня где-то перешагнул дорогу, не на том месте. Но ведь кафедра не для того, чтобы сводить счета, а кафедра для того, чтобы звучала проповедь, причем проповедь евангельская. Мы сегодня будем с вами рассматривать такую науку богословскую, как гомилетику, которая много говорит и много изъясняет тем, кто желает послужить чем-то своему народу или, скажем, своим близким. В предместье гомилетики уже нет ничего нового, давно все сказано, только не всем и сказано. Вот, поэтому сегодня мы собрались здесь и я благодарен всем вам, мы благодарен прежде всего Богу, такую группу набрать студентов не так уж просто даже в наших странах. В основном это группа от 18, от 15 до 20 человек, это уже считается хорошая и полноценная группа. Мы удвоены сегодня, и это, по крайней мере, радует меня. Многое сказано об этой богословской науке, знание которых поможет проповедникам уяснить, что от них требуется. Что от них требуется. Представьте, братья, положение тогда, когда церковь собралась, 100 человек, 50 человек, 200 человек не имеет значения. И пастор, предупредив меня о том, что я должен в это воскресенье послужить, я отнесся к этому абсолютно равнодушно, а еще глубже копнуть негативно. И время, выделенное мне, я украл у всех присутствующих. Неподготовленный вышел и занял место. Пусть вот это тонкое мышление всегда, я не боюсь этого слова, преследует нас. И тогда мы будем более ответственно, со страхом готовиться. И это не секрет, выйдя за кафедру, дрожат ноги. Тогда, когда вы уже, не дай бог, кто-то гордо и надменно будет шествовать туда, тяните его оттуда четырьмя пар валов. Это уже не проповедник. Он будет дискриминировать общество и уводить не темативы. Тогда нормально, когда мы в трепетном волнении стоим перед Богом. И это хорошо. Я помню, на одной из евангелизаций вышел на сцену генеральный директор 6-го воркутинского шахтостроения. Это мощный человек, это, я скажу, авторитетный человек, дважды герой Советского Союза. Он вышел на сцену и вот посмотрел так в мою сторону, говорит, слушайте, что здесь за магия. Я выступал перед тысячными митингами, я выступал на наших политических и партийных собраниях, где присутствовало очень много достойных людей, властных мужей, перед которыми можно дрожать. Я никогда не дрожал. А здесь у меня ноги трясутся. Что вы со мной сделали? Это не мы делаем, это Господь делает. Тогда, когда мы в трепетном волнении стоим перед Ним. Гомилетика, как учение о проповеди, требует от проповедника ясного понимания четырех основополагающих вопросов. Было бы неплохо, если бы вы это записали. Или поставили, так сказать, в архив памяти настолько четко, что вы помнили, когда вы ходите на проповедь. Первое. Кому надо проповедовать? Вы знаете, тогда, когда человек вышел и не знает, к кому он обращается, это распыляет его и настолько он теряется, что смысла нет. Очень важно для проповедника знать общество, к которому он обращается. Он знает их высоты, он знает их низины, он знает их боли, он знает их радости. И тогда готовим. Мы сегодня коснемся, что значит проповедь разъяснительная, проповедь являционная, проповедь молитвенная, проповедь доктринальная. Это все мы пройдем. Но я хочу сказать вот что. Очень хорошо, когда мы живем церковью. Не секрет. Многие проповедники живут своей собственной жизнью. Его не интересует, как там Софья, как там Анна, как там Мария. Его не интересует, как там Иван Иванович, Петр Иванович. Это его не интересует. Это их проблемы, их жизнь. Друзья, но нас Господь призывает, я извиняюсь за это грубое выражение, но поймите меня правильно, к колхозному образу жизни. Это один за всех и все за одного. Лозунг был хороший, но действия были очень плохие. Но тогда, когда меня, как проповедника, интересует изнутри жизнь церкви, тогда мне проще готовить проповеди не политические, не боевые, для того, чтобы таранить и ранить присутствующих, но для того, чтобы показав положение, указать пути выхода. Ведь никогда при проповеди Иисуса Христа мы не видим, чтобы он только затрагивал положение. Он всегда указывал выход. Для проповедника, несущего евангельскую проповедь, это вопрос номер один. Братья, вы меня все понимаете. Я, если что-то где-то, прости Господи, научное слово выскользнет, вот, вы сразу можете поднять руку, чтобы все было ясно. Мое искреннее желание не столь пройти курс, и мы его не пройдем, потому что он рассчитан на целый год, а у нас чуть времени. Но я выбрал самое-самое зернышко, по-моему, которые помогут готовить проповедь. Значит, первое, кому надо проповедовать? Второе, почему надо проповедовать? Но ведь, казалось бы, каждый сегодня грамотный человек, извините, может взять руки Библию, читать так, как и я читаю. Нет, он сидит у телевизора, видите, а я должен рыться и копаться в симфониях, в разных толкованиях, гелея, неустрема и все остальное. И личное свое все время посвятить для того, чтобы, видите ли, ему преподать. Но ведь проповедь Евангелия самая ценная, самая интригующая и самая важная перед Богом. Значит, второе, почему надо проповедовать? Третье, не менее важное, что надо проповедовать? И тогда, когда у нас эти вопросы нас постоянно, ну, как говорят, приводят в строй, то мы, готовясь к проповеди, будем учитывать все нюансы, которые так необходимы для сочинения проповеди. И четвертое, как надо проповедовать? Поэтому, давайте еще раз пройдемся, да, четыре пункта, четыре свои проповеди, которые пусть бы постоянно волновали нас, кому надо проповедовать, почему надо проповедовать, что надо проповедовать и как надо проповедовать. Вот оно будет как-то нам помогать. Нет ничего выше, благороднее, почетнее, чем благовестие Слова Божьего или проповедь Евангелия. Чтобы добиться высоких результатов в этом благоугодном деле, необходимо понимать задачи, стоящие перед проповедником. Существует богословская наука Гомилетика, учение об искусстве проповеди. Отсюда можно подчеркнуть важные советы и знания о проповеди, полезные для каждого. Наука включает общее описание и определение понятия о проповеди. Ее история, ее цель объясняет призвание проповедника и предъявляет к нему требования. Не церковь, а самосистема проповеднического искусства, требования к проповеднику. Вы знаете, когда выйдет проповедник, что-то прочитает и еще раз в устную перескажет его. Это тоже проповедь. И надо благодарить Бога. Кто-то сказал, и меня это заинтриговало. В 50-е годы, когда в разгаре Сталин преследовал протестантизм на бывшем постсоветском пространстве, да не только, и католики много пострадали, вот, то лучшие сидели в тюрмах проповедники. Те, кто оставался со страхом, выходил за стол, кафедра тогда, речи быть не могло, за стол выходил, вот, и, перечитав не полностью правильно любой стих, приглашал к молитве, народ падал на колени, молился, и так молился, что Бог отвечал. Сегодня толковые проповеди, доктринальные проповеди, богословие на высшем уровне, но почему-то народ не падает так, как падал тогда. Я не знаю, почему, может, тогдашние обстоятельства были столь сложны, но на сегодняшний день, мы говорим о сегодняшнем дне, на сегодня это смешно, неправильно зачитать и приглашать к молитве. Поэтому есть такое искусство в познании Бога, как гомилетика. Нелетко возникает вопрос, можно ли научиться проповеди из курса гомилетики. Я хочу вам сегодня сказать, кто шел на это место с желанием, что после сегодня у него будут уникальные проповеди, я хочу вас разочаровать. Не все так просто, как нам кажется, Павлик уже собирает все свои. Но я хочу быть искренним. Ответ отназначен. Послушайте, этот ответ, если бы кто себе записал, я считаю, было бы правильно. Только и только Бог призывает, наставляет и делает мужей Божьих проповедниками его вечного слова. На этом точка. Но гомилетика – это наука, которая не повредит, никому не повредит, наоборот, поможет в достижении подобной проповеди. Друзья, изучение правил гомилетики не повредит никому и не умалит Духа Святого в процессе подготовки проповеди. Ведь, друзья, я думаю, что это не новость в том, что проповедь только в помазании Духа Святого достигает сердец. Кто-кто, а такой гигант благовестия и евангелизма, как апостол Петр, ну, мог себе какие-то погоны большие вешать, да? Но мы читаем четко и ясно. Петр, исполнившись Духа Святого, стал говорить. Он не говорил на иных наречиях, он не говорил пророческое слово, что будет завтра с тобой или с церковью. Он говорил сущность Слова Божия, но оно было под воздействием Духа Святого. Братья, когда в человеке появляется желание из струнка изменить себя, тогда, когда действуют на его два фактора, не один. Иисус сказал Никодиму, Никодим, ты же ученый человек, профессор тогдашнего времени, ты же парламентер, с тобой считаются. Но тебе и подобным тебе нужно родиться. От чего? От воды и Духа. Вода – это представление слова на земле, как по горизонтали. Дух, Дух Святой, естественно. И тогда, когда под помазанием Духа Святого, тогда и гамилетика на своем месте, и проповедник скажет то, что нужно сказать. Я бы сегодня хотел в нашем первом уроке немножко глубже коснуться науки гамилетика. Проповедование – самое удивительное и захватывающее занятие, потому что оно предлагает всем нам счастье в этой жизни и удивительное безграничное благословение в вечном будущем. Я считаю проповедование самым высоким, прекрасным и славным призванием из всех возможных. Если к этому требуется что-либо добавить, то я без колебаний скажу, что наиболее острой нуждой сегодняшней христианской церкви является истинное проповедование. Тогда, когда основание не на пересказочном, то ли фактом, то ли не фактом, а тогда, когда проповедь основана так написано. А как написано, извините, это касается всех нас одинаково. Слово гамилетика происходит от греческого слова «гамиля», которое вначале означало беседу с одним человеком или собранием лиц. Первые христиане в основном обозначали проповедь другим греческим словом – это «логос» или «слово». Проповедь отличалась от гамилии тем, что она являлась более самостоятельной речью, опираясь только на определенный текст Священного Писания. А гамилия состояла из кратких последовательных пояснений на слово «текста». Последствия слова «гамилия» стали употреблять в любой проповеди в религиозных собраниях, на какой-либо текст или на какую тему из Библии. Сегодня именно учение о проповеди называется «гамилетикой» или «богословской гамилетикой». Значение и цель проповеди, братья. Первое. В Новом Завете встречаются разные слова, которые указывают на проповедь Слова Божьего. Изучая все эти слова, можно прийти к выводу, что в библейском контексте проповедь – это благая весть. Или учение Иисуса, которое было проповедано людям с целью их призыва к покаянию в вере. Пункт А. Важность проповеди можно определить природой Евангелия. Мы об этом еще коснемся. Второе. Важность проповеди также определяется природой Бога, который сам избрал именно такой инструмент для спасения грешников, как проповедь. Ведь мы приглашаем наших друзей, наших знакомых в нашим положению, отдыхающих людей, которые пришли немного подлечиться, и, пользуясь этим, мы приводим их в положение, когда человек забывает думать, тут печенька, трохи пече, а тут аппендицит не в порядке. А тогда, когда он сосредотачивает свое внимание, Господи, так оказывается, я временный на земле. Оказывается, и печенька, и аппендицит пройдет, но что-то не пройдет. И очень приятно, когда в руках, держа медицинские книжки, посещая врачей, как-то медицинская книжка остается на стуле, где он сидел и она сидела, а он тянется за Библией, так как это тоже лечебник, который лечит душу. И третье. Важность проповеди также определяется природой человека. Поэтому природа Евангелия, природа Бога и природа человека – это три составных, на которых необходимо обращать внимание проповедникам. Я думаю, что это больше касается проповедников, которые выходят на большие ариены, на иммуникационные служения, но тем не менее, думаю, что это не помешает и вам. Мы можем кратко суммировать все эти, прийти к заключению, что проповедь – это передача Божьего Слова людям. Передача Божьего Слова людям. Это заставляет нас также задуматься над ответственностью и привилегией проповедника. Второе. Цель проповеди. Какова цель проповеди? Как мы уже сказали, проповедь – это передача Божьего Слова людям. Многие комментаторы расходятся во мнениях, давая разные определения цели проповеди. Призыв неверующих к спасению, назидание верующих, разъяснение учений Христа и так далее. Темы могут быть различны. Для того, чтобы иметь четкое понимание цели проповеди, мы должны рассматривать ее в трех направлениях. Первое. Высшая цель проповеди. Главная цель проповеди – это привести людей в Божье присутствие. Преподавая студентам разных семинариях мира, я всегда касаюсь первого – привести людей к Богу, к покаянию. Но в вашем контексте люди спасенные, а спасенным людям что-то еще надо. Братья, запомните, если наша проповедь сконцентрирована только для того, чтобы привести людей в присутствие Божье, и на этом – стоп, а что это значит? Чтобы он покаялся, чтобы он заключил завет с Богом, и чтобы он был участник в таинстве или в вечере Господней. Вот и цель достигнута. Мы, пиесятники, пропагандируем плюс крещение Духом Святым со знамениями разных даров, которые Бог определил людям. Благословенное наследие. Но это старт, а не финиш. Это старт. А между стартом и финишем еще есть беговая дорожка, на которую апостол Павел обратил особое внимание. Он сказал, что на аресталище бегут многие, но получают первый, второй и третий. А вы бегите так, чтобы вы все получили. Мало того, беговая дорожка, увы, не устлана сплошными достояниями, похвалами, розами, цветами и так далее. На ней и острые шипы растут. То, что ожидает проповедника, я скажу больше, что преследует проповедника, мы коснемся сегодня. Это немаловажный фактор, потому что, я не знаю, у вас было ли, но у нас не десятки, а сотни случаев. Начинает чудесно, хорошо, пламенеет Господу, подготавливает проповеди, его проповеди воспринимаются. И вдруг, как будто черное окошко перешло. Что случилось? Оказывается, его обидели, или кто-то сказал ему то ли правду, то ли поддел его. И проповедник начинает чахнуть так, как чахнет без воды цветок. Как в таких случаях нам побеждать и бороться? Высшая цель. Это главная цель проповеди, это привести людей в Божье присутствие. Кто-то сказал, что высшая цель проповеди, это принести жизнь людям, тем людям, к которым ты обращаешься. Ведь непростая жизнь на земле, очень много склоков, очень много барьеров, очень много преград на пути шествия на этой беговой дорожке. Но, друзья, тогда, когда человек идет в церковь рассказать Богу, что его болит, и на свой вопрос или запрос Бог через уста проповедника, или, скажем, кафедру, дает ему ответ, он получает ответ, это и есть то место, где можно и подлечиться, где можно и отдохнуть. И наоборот, тогда, когда дьявол штормит в буденной жизни, в ежедневной жизни, неудача за неудачей, одна проблема прошла, а две навалились, а он приходит в церковь, а из-за кафедры сплошные осуждения, и еще хуже. И он хуже им уходит из церкви, чем пришел в церковь. А чья это проблема? А это проблема каждого из нас. Заметьте, Божье слово остается незыблемым. Каким судом судишь, таким будешь осужден. И почему-то на опыте жизни, я могу сказать убедительно и утвердительно, в том, в чем я осуждал вправо и влево, спереди и сзади, бескомпромиссно, ну, считал это достоянием проповедника, оно меня встречает в моей жизни. А тогда, когда меня встретило, как не хочется, чтобы кто-то мне так тыкал, как я ему тыкал. Но ведь незыблем закон посева и жатвы, он только так и будет.